Добрый день, уважаемые любители шахмат! И в этом видео я вам покажу, как гарантированно сделать ничью в французской защите в варианте КНД2, система Тараша. Данная позиция возникает после ходов Е4, Е6, Д4, Д5, КНД2, С5. Ну и в предыдущем видео мы уже разобрались, как гарантированно сделать ничью после ЕД. Поэтому в последнее время белые достаточно часто начали делать ход КНД3, после чего мы играем СД, КНД4. Надо отметить, что в данной позиции у черных есть две возможности. КНД6, КНФ6, возможно, обе ведут к равенству, но я предлагаю делать ход КНД6, потому что он более форсированный. Например, в случае КНФ6, ЕД, КНД5, конечно, в основной линии после КНД2, Ф3, в последующем СБ4 нет никаких проблем. Но в этой позиции у белых есть огромное количество возможностей. Например, С3 заслуживает внимания ход. После С5, белые сыграют КНЕ4, и мы вынуждены играть СД4. И у белых есть промежуточный ход СБ5. Слон Д7. Слон Д7 ведет к равенству, но есть ход Ферзь Д4. И нам надо делать рокировку, это значит, что у белых появится время отступить слонов. В общем, очень странная позиция возникает. Движок пишет практически нули. Но, как вы понимаете, играть конями против слонов в полуоткрытой позиции крайне сложно с практической точки зрения. А другого, кроме С5, я ничего не нашел. Поэтому я делал вывод. КНС6 это ведет форсированные позиции, поэтому лучше играть таким образом. Ну и белый играет СБ5. Это умно, потому что если сразу белый ударит, КНБЦ6, БЦ, Слон Д3, наш Слон остается на С8. И это значит, что мы очень легко сыграем опять Слон А6. Например, КНФ6, 0-0, Ферзь С7. Например, Ферзь Е2, Слон Д6, Х3, 0-0. Мы хотим сыграть Е5, Д4, А5, возможно Слон А6. В общем, здесь белые уже должны постараться, чтобы не получить хуже. Ну, позиция пока примерно еще равная. Поэтому белые играют Слон Д5, чтобы спровоцировать ход Слон Д7. И потом бьют КНБЦ6, Б на С. И играют Слон Д3. И сейчас то же самое уже не будет работать. Потому что мы немного отстаем в развитии. Должно играть Слон Д6. И сейчас белый играет Ферзь Е2 с целью дальнейшей сыграть Е5. И вот это очень интересная позиция. Как вы думаете, нужно реагировать черно. Дело в том, что если вы допускаете ход Е5, вы получаете хуже. Поэтому в данной редакции это к тому, что стремятся белые. Такая подобная позиция. Поэтому мы должны бороться против хода Е5, если сыграть Ферзь С7. Тут какая проблема возникает? После КНФ3 приходится делать ход ДЕ. Это единственный ход, который не дает белым огромный перевес. Но вы взяли и разбили пешечную структуру. Конечно, можно, наверное, играть подобным образом. Но не хочется это делать. Так что методом исключения у нас остается единственный ход Е5. Надо отметить, что в данной позиции белый есть несколько возможностей. Но мы будем рассматривать самую жесткую белую игра. ЕД, СД и С4. Сразу нанося удар по центру, поскольку мы отстали в развитии. Как вы думаете, нужно защищаться? В целом, у нас есть два хода кандидата. КНФ7 и КНФ6. И между ними есть определенная разница. Потому что когда вы играете КНФ6, белые не обязаны бить СД. Они могут сначала рокироваться. И только потом ударить. И в чем разница? Вы теперь не можете ударить. Потому что последует КНЕ4. В последующем вводят Д1. И белые захватывают инициативу. Подыграть КНБ6. ВНБ3. Позиция черных проблематична. Потому что фигуры попадают под темпы. Так что сильнее КНЕ7. В чем разница? Если белые сделают рокировку, то сейчас мы сыграем Е4. Слон отступает куда-то. На Б1 и БЦ2. И мы делаем ход Ф5. Защищая наш центр. Поэтому фактически ходом КНЕ7 мы заставляем белых ударить СД. На что мы, конечно, забираем эту пешку. Ну и теперь у белых есть два варианта близнеца. В двух вариантах белые выиграют пешку. Но в результате происходят массовые размены. И окончание равное. Начнем с хода КНЕ4. Как вы думаете, нужно реагировать. Если вы считаете, что нужно реагировать темпом и образом. Сыграть СНБ4. Вы правы. В другом случае белые ударят. КНЕ6. Либо на Е5. Поэтому важно выигрывать темпы. И сейчас есть две возможности. Но более точно это СН бьет Д2. Потому что если сделать рокировку. То у белых появляется дополнительная возможность. Они могут ударить на Б4. И сыграть СНЕ4. Насколько здесь у белых есть перевес. Сложно сказать. Но, тем не менее. Пешечное большинство на ферзьем фланге. Могут эти пешки быть проблематичны. В каких-то окончаниях. Конечно, здесь близко к равенству. Но гарантированно к ничьей ведет. СН бьет Д2. Ферзь бьет Д2. И мы играем рокировка. Мы зеваем СН бьет H7. Но, еще раз повторюсь. Это два варианта близнеца. Мы зеваем на H7. Остаемся без пешки. И делаем ничью в окончании. Как вы думаете? Нужно реагировать. Если вы считаете, что СНЕ6. Вы правы. Важный тактический момент. Ферзь Е4 плохо. Веду Ф5. Ферзь Е2. Ферзь Д5. И на конь Е3 последует Ферзь А5. Инициатива продолжается. А в случае конь Е5. Ферзь Е2. В общем, это опасно. Добилок. Поэтому лучше, что есть у белых. Они бьют. Мы пьем, конечно, ладьей СФ. Потому что ладья А может использоваться на линии Б или БЦ. Конь бьет Е5. И мы остались без двух пешек. Но как мы можем продолжить развивать инициативу? Если вы считаете, что мы играем в ладья Д5, то это не точно. Ход белого могут сыграть конь С4. Например, ладья Д4 и конь Е3. Инициатива закончилась. Здесь, возможно, мы отыграем пешку Б за пешку А. Но здесь нам придется еще очень долго делать ничью. На одном фланге конь против слона. Поэтому это не технично. Техничный ход Ф6. Белый играет конь С6. Как вы думаете, нужно развивать инициативу. В ладья Д6. Правильный ход. Потому что если сыграть в ладья ДС8, то опять-таки конь Д4. Поэтому нельзя давать возможности белым захватить инициативу. Конь А5. Ну, надеюсь, вам понятно, что сейчас можно играть эту позицию по-разному. Например, заслужим внимание отход слона А2. Не забить слона ввиду в ладья Е8 и в ладья Д1 мат. Ну, еще проще сыграть в ладья Б8 с угрозой в ладья Б2. И если белые отдают пешку конь Б3, слон Б3 АБ, то мы эту пешку можем, конечно, ударить. И играть окончание с тремя пешками против двух на одном фланге. Конечно, это элементарно ничья. Ну, еще проще. Дать шаг на Е8. И сыграть в ладья Д2 с угрозой в ладья Е2. Кроль Ж1, в ладья Е2. В ладья Ф1, в ладья Б2. Мы забираем пешку на Б3. Ну, и в целом белым теперь уже надо аккуратно делать ничью. Хотя очевидно, что они этого легко добьются. Например. В ладья Ж1. И на А5, в ладья А1. Это менее интересная ничья. Ну, вариант, который также надо знать. Более интересная ничья начинается с хода слон Е4. Как вы думаете, нужно реагировать. Ход действительно очень опасный. Мы не можем сейчас, например, отступить конем. Пожертвовать качество. У нас просто недостаточно компенсации. Здесь оценка плюс 2. То же самое можно сказать про ход конь Б6. Защищать коня так же, конечно, нельзя. Потому что мы теряем фигуру. Поэтому у нас есть всего один активный атакующий ход. Это конь F4. На что белые реагируют в ферс А6? У нас под боем слон и ладья. Что делать? Если вы считаете, что надо отступить слоном на C7. Чтобы держать пешку. То это ошибка. Действительно, слон А8 здесь не работает. Но белые могут сыграть конь C4. Рокировка. И они бьют на F4. Делают трокировку. Теперь наша ладья под боем. Надо отступать. И белые могут забрать пешку на А7 с перевесом. Более точный порядок ходов. Это сначала напасть на ладью и забрать пешку. Вот. В этом проблема. У нас начинает подвисать пешка. Поэтому это проявляется не сразу. Через несколько ходов. Но мы должны проявить профилактическое мышление. Сразу сыграть слон С5. Защищая пешку на А7. 0-0. Белые не могли ударить. Потому что после феркбета А8 угрожает конь G2. Если вам интересна оценка, то тут минус 6. Просто черная создает решающую атаку. У белых нет координации между фигурами. Поэтому белые рокируются. Но сейчас уже слон А8 реальная угроза. Поэтому надо отступать ладью. Если вы считаете, что отступать ладью надо на С8. Это не точность. Потому что белые играют конь B3. И у вас нет времени на то, чтобы сыграть слон на B6. Потому что после размена белые играют А4 с угрозой А5. Пешка на А7 теряется. Поэтому здесь надо сыграть конь E6. Ну тогда конь C5. Конь C5. Перс Е2. После размена на Е4 мы теряем пешку. И это окончание еще не мертвое ничья. Потому что да, разноцветные слоны. Но два против одного на фланге. А черных требуется еще много защиты. Поэтому правильный ход вводя B8. В чем разница? Сейчас белые играют конь B3. И здесь уже после слона B6, слона F4. ЕF. Хода А4 с угрозой А5 нет. Потому что мы спокойно сыграем слон B5. И выиграем ферзя. В этом смысл хода ладья B8. Так что видите, все держится в этих позициях на маленьких нюансах. Которые можно увидеть только через 3-4 хода. Если у вас нет такой конкретной дебютной подготовки, вы можете получить худшее окончание. Теперь же у вас нет никаких проблем. Со мной в интернете мой соперник играл ферзь на D3. Но тут после слона A4 последует размен на B3 разноцветные слоны. И можно через несколько ходов соглашаться на ничью. Поэтому самый опасный ход это ладья D1. Ну и надеюсь вы понимаете, что пора рокироваться. Нет времени на наступление ферзем. Например, на ферзь F6 последует ферзь A3. Что достаточно неприятно. На самом деле здесь есть ход ферзь E7. Но начинается веселье. Ладья бьет D7, ферзь A3. И промежуточный ход слон C6. Опять-таки разноцветные слоны. Но эту позицию еще можно играть. Обратите внимание на прием, который используют белые. Теперь после короля Е8 нельзя будет рокироваться. Ну а если отойти сюда, то взять ее. И конечно это явно не ничья. Тут играть еще бесконечно долго можно в исполнении белых. Поэтому надо рокироваться. И мы снова зеваем тактический удар. Слон бьет H7. Забавно. Как и в предыдущем варианте. Король H7, ферзь D3. Король G8, ферзь D7. И сейчас у нас не хватает пешки. Но обратите внимание на коня B3. Он попал под доминацию. Также ладья на B8 смотрит через рентген на пешку B2. Мы играем ферзь F6, создавая дополнительную угрозу пешки на B2. И у белых здесь фактически единственный ход, который ставят перед черными проблемами. Ферзь D6. Это все было разыграно в партии. Титульного вторника белыми играл красмейстер Кузнудинов. Его соперник в данный момент ударил на D6. Но я считаю, что еще более интересный ход это ферзь G5. Фактически у белых теперь есть небольшой выбор. Ферзь D5, ферзь F6. И ничья повторением ходов. Если ладья D5, как вы думаете, нужно играть. Правильный ход ладья FD8. Мы контратакуем. И на ферзь бьет B8. Мы играем ферзь бьет D5. Ферзь бьет F4. Мы даже выиграли вторую пешку. Но у нас 0.0. Оценка разными способами. Например, мне больше всего нравится ход ладья C8, с идеей ладья C2. И лучшее, что есть у белых, это конь D2, давай ферзь бьет A2. Ферзь E5, ферзь A4. Безусловно, сейчас у нас достаточная компенсация. Мы хотим сыграть ферзь D7. С последующей, возможно, идеей ладья C2. Так что тут тоже оценка 0.0. Ну и последний вариант, собственно, который я предлагаю за партию. G3. Очевидно, что мы бьем на G3. Белый бьет H на G. И сейчас мы делаем один из возможных ходов. Ладья B на E8. Но этот ход напрашивается больше всего, потому что мы хотим сыграть ладья E2. Король G2. Ладья E2. И, в принципе, позиция белых уже такая, что у нас очень опасная инициатива. Конечно, ладья D2 можно сыграть. Но после ферзь E3, черных, замечательная позиция. Поэтому движок делает следующую ничью. Конь D4. Мы забираем пешку. И чтобы не проиграть партию, белый играет конь E6. Вынуждая F, E, ферзь E6, ладья F7. После чего белый дает вечный шаг. Очевидно, что нельзя от него уклониться. Если король идет на линию H, то теряется ладья. Либо в данном случае будет шаг на H1. Поэтому делаем вывод. Крайне интересная система за белых. Между прочим, я забыл сказать, рекомендуют играть за белых в Wesslisso в своем курсе лекций. Но на самом деле он дальше демонстрирует эту линию. Говорит, что если черные все это наизу знают, то получается равенство. Так что, конечно, современные шахматы такие, что во многих случаях есть форсированные линии. И можно доанализировать до ничейных окончаний. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы понимаете, что французская защита это очень перспективный вариант для того, чтобы делать ничьи черными гарантированно. И все равно пишите в комментариях, какие другие дебюты вы хотите рассмотреть. До новых встреч!